здарова народ повстречал тут видос на просторах ютуба джонни выложил уроки мк-11 сокрушительный удар давайте сейчас немножко такого послушаем да я потом скажу кое-что о том видео и выложить хочу сказать сразу полный ебанизм дали шлем наподобие как у шалка на бараке в общем цирк этот продолжается как mortal kombat x было блин там этот костюм и скорпионов саб-зира и рейдена 4 на рейна на этих блин вообще классический костюм от этих ниндзя на бабах всякие там джеки бриксов блин это херня была вот и здесь получается продолжается этот цирк уродов вот но видео не об этом это твои скобки видео как раз будто об а вот это херня типа икс рей удара мартал комбат 11 обладает массой новых механик и особенностей но одной из самых интересных техник является крашинг-блоу благодаря warner brothers uk у кетчупа и мастерда появилась возможность отснять эксклюзивный материал и конечно они в первую очередь будут рассказывать про механику игры потому что mortal kombat 11 это совершенно новый файтинг и сейчас ну да совершенно новый а ну и видно мы расскажем все что нам удалось узнать о системе крашинг-блоу крашинг-блоу это уникальное дополнение к спецприемам любовь так кстати давайте что для начала скажу что там в комментариях прочел кто-то говорил блин типа тут урон будет меньше блять типа чем в мкx и типа ну ну мол типа тут блять урон на самом деле огромный блин и все такое честно херня полнейшая потому что я сейчас даже забегая наперед немного скажу вот эта херня с увеличением урона ну вообще это херня да с ломанием костей то увеличивает урон по большому то счету вот и она срабатывает всего лишь один раз за игру вы это понимаете или нет то есть вас ограничивают в комбинациях то есть для того чтобы затем нанести хороший урон вам уже придется делать другое комбо вы понимаете это или нет вот поэтому говорит что тут будет урон выше честно говоря я посмотрел на все эти уроны которые тут были даже с этим крышем blue все это хуйня она даже с энергией наносит максимум сороковник учу смеетесь что ли это большой урон давайте посмотрим о персонажа игра замедляется приближает картинку и максимальная кинематографичные кроваво показывает данную механику но это еще не все крошинг blow может давать атакам новые свойства наносить дополнительный урон или позволяет продолжить комбо в тех или иных случаях ключевой момент заключается в том что удар под эффектом крошинг blow может быть использован только один раз за игру но каждого один раз за игру персонажа таких ударов много так что ожидайте видеть данную механику часто да ударов много но все равно блять ты лишь не думаешь все будут использовать про все комбинации да кому то там что то понравится кому то что то не понравится и игра как бы заставляет тебе делать другие комбинации которые возможно тебе не нравится для того чтобы нанести побольше урона ну что это за херня это уже ограничение свободы пошло вот и что касается блять что он тут говорил что подзабыл удар под эффектом крошинг blow может быть использован только один раз за игру но у каждого персонажа таких ударов много так что ожидайте видеть данную механику часто то есть блять это уже не mortal kombat будет какой-то да а наблюдение этих блять красивых спецэффектов что за херня блин я хочу играть а мне будут через каждые бля два удара нахер выскакивать это ломание кости на херанов сралась да ты шута за игра блин что это за файки вообще который тебе по сути не дает драться а показывает просто картинку аста в этом видео мы покажем все например скорпиона и бараки поскольку именно за них смогли поиграть больше всего и наверное вас терзает вопрос как же делается крошинг-блоу я могу сказать что это похоже на бруталити из mortal kombat x крошинг-блоу срабатывает при выполнении определенного скрытого условия которого требует тот или иной удар они различны для каждого движения самый простой способ объяснить это показать несколько примеров из игры данный спец прием бараки активирует крошинг-блоу только если выполняется в качестве наказания тоже тоже бред да блин то есть теперь уже без блока поиграть не получится или это наоборот типа если ты лох то тебе дают скажем так такую как говорится блять поблажку но тоже это тупо выглядит то есть один раз за игру я понимаю если бы это постоянно скажем так срабатывал да то есть наказываешь и она так проходит как такой серьезный урон вот это было тогда лучше так более-менее интересно а так один раз за игру ни в чем в принципе от логика этого дополнения и понимаю логика да типа он наказал его грубо говоря но это знаете как контрудар там в любом там в боксе или где-то еще до противник этого не ожидает и соответственно это его как деморализует немного да вот там или отталкивает назад там или он равновесие теряет или ну скажем так более чувствительно принимает на себя тот или иной удар а что касается здесь вот да они вроде как тоже с одной стороны это сделали там при наказании то есть бляда ну как наносит больше урона классно но в чем логика если она работает только один раз на хрена это было вообще-то доделать то есть сейчас то наказала а потом в этом просто уже нет смысла ну что это за что за херня блять что изменилось то по большому счету ведь ведь наказание осталось наказанием те же удары что были тогда остались и сейчас кстати это что на карте вот это видите слева да участь где-то два окна такие типа два входа снизу это шу будка что ли а верху что икона висит над входом вот эта такая голубоватая видите что за херня понять не могу очень ладно херня нафига было вот это делать в чем прикол они вроде как впихнули нововведение блять но которая по сути не играет никакой роли в игре на кухер это было делать я не понимаю относится к его 122 и серии вперед 44 а также к его клинкам у скорпиона немного больше разнообразно 37 процентов урона она нанесу это что так много что ли 37 процентов и это наносится только раз в игру то есть следующем бою уже все нужно не нанесет 37 процентов там будто двадцатка может 25 ты что за игра вообще такая с нестабильным урона как еще тут эти всякие хитбоксы блять не меняются и спецприемы каждый ул этот каждый бой там только один раз нельзя выполнять а потом они меняются на следующий бой что за херня вообще это как помните mortal kombat 9 было этот в башне испытаний там играешь по-моему за саракса и там какой-то этаж был что у него можно было использовать каждый спецприем всего один раз вот это еще такую херню что это впихнули вообще замечательно было то есть барака один раз выстрел и все и харай с него блять порах закончился блин ну что за херня ну серьезно блять прайза его усиленное копье станет как обычно на многих дистанциях однако если копье попадает на расстояние всего экрана и будет усилена то сработает crashing blow это каким надо быть лохом чтобы попасться на копье на все расстояние да еще и усиленное вы представьте это впердолить энергию на всем экране гарпун который блин ну вроде он телепортируется там на многих кто телепортируется там этот же херас по моему может песок создать воронку под ним вообще в чем прикол бред полный 212 скорпиона отправлять нокдаун однако если использовать 212 в комбинации в которой будет 10 или более ударов то активируется крашен глав но ты какой смысл было 10 и 10 ударов если даже скрашенг блоу она носит 29 процентов урона вы чё смеетесь что ли это что за урон тем более еще с усиленным крашенг блоу там кто-то в комментариях писал то что урон будет типа здесь большой смеялся с того второе что тут урон меньше а шо это блять это большой урон или что 29 процентов сколько ударов и 12 ударов 29 процентов вы чё смеетесь что ли блять ёбнуться можно конец наиболее общий пример некоторые захваты также имеет крашенг блоу но только тогда когда оппонент не угадывает нам захват 31 процент пиздец правление пытаясь порвать захват главное что делает данную механику важны это то что к вашим блок дает атакам дополнительные свойства опять вы нахуя не нужны если они даются только на один раз бред лучше показать на примере обычный захват бараки после крашенг блоу нанес 41 процент была комба перед этим с энергией с крашенг блоу тет чрезвычайно большой урон сам по себе обычный захват скорпиона после крашенг блоу не прибавит большого урона не понял прикола вот это вот видели что это за херня была почему желтая набралась только до половины это ж явно нет не 31 скажем так процента от общей шкалы это уже около 50 а если это 50 процентов от общего урона то что тут можно этим броском 62 процента что ли нанести обычный захват скорпиона после крашенг блоу не прибавит большого урона но вызовет эффект кровотечение тоже полный бред эффект кровотечение вообще что за херня если тут тут даже нихера не рвется у них какое кровотечение я понимаю если бы они там сделали реальные раны да и из него бы кровь из них бы кровь текла вот это было бы хотя бы ну как-то прикольно а то блять так вот а быт для для галочки блять сделали кровотечение ну нахер она всралась а ну это тоже знаете как грубая да те же яйца только в профиль блять но серьезно тот же самый урон только блять вместо моментального урона но наносит кровотечение но по факту пока он встает это кровотечение заканчивается и в итоге наносится тот же самый урон что и просто при усиленном том же броске бараке ну херня полная не знаю кто вообще может клюнуть здравом уме на такую хуйню не знаю если дальше смысл обозревать потому что дальше по сути то же самое все будет как я лично считаю это херня полнейшая все эти крашен блоу вся эта хуйня и так далее то есть в ней смысла вообще нет зато еще дерьмо реально я не знаю того человека реально умного который сказал бы что это реально крутое нововведение но просто ни о чем она не дает никакой блять игровой нестабильности нихера один раз это блять пердеж сделал да и все ну и нахуя то что типа расчет на то что блять в одном раунде дети крашен блоу втором этот fatal blow что ли типа для нанесения урона что за херня блять почему такой дисбаланс в игре блять есть а нахера такое делать вообще было то есть реально для умной игры вот те кто будет играть дураки запоминайте мои слова для умной игры разделите два раунда на скажем так на две части в первом или во втором да в любом короче в одном раунде используйте все удары с крашен блоу а во втором используйте fatal blow для того чтобы у вас и там и там были скажем так свои какие-то эти блять преимущества вот мой вам совет совет от мастера блять хоть никто блять и не признает но блять все равно послушают поэтому так вот делать именно так мой вам лично совет чтобы хоть какой-то блять был баланс в игре потому что блять нанеся в первом бою блять все приемы вот эти с крашен блоу а потом еще этот как его fatal blow ну блять во втором раунде вы будете просто голым вот и все да и то блять даже этот fatal blow ебанутый он вообще ни о чем блять у него урон блять но увидели 12 ударов блять 29 процентов а вы чё блять на приколе или что я хуею блять пиздец я помню этот блять топтание куанчи блять с энергией нахуй наносила 17 процентов урона блять в девятой части один лишь спецприем блять они тут блять пердолят хуйню реально даже наверно у джакса спецприемы вернее у джакса комбинации в мк9 и у нуб сайбота реально блять вылетят намного сильнее чем здесь блять со всякими этими нововведениями блять это полный бред они грубо говоря изменяют урон для того чтобы впихнуть какую-то херню и выдать это за новое причем новое реально кривое ладно в общем дальше кто захочет посмотрите сами там принципе никакой разницы уже не будет все та же самая хуйня вот спасибо за внимание не знаю там опять же подписывайтесь на канал там ставьте лайки и дизлайки если вы себя уважаете я вам советую эту игру не брать там независимо даже от того что есть какие-то свои плюсы то есть любимые персонажи как по мне не должны быть причиной того чтобы отдавать деньги за все остальное что там есть зависит шлаг потому что эта игра ну реально она она нестабильная по урону она вообще нестабильная поэтому я считаю брать не надо так что как-то вот так энергия кстати тоже не особо стабильная хуйня mortal kombat 9 mortal kombat x но блять там в принципе можно обходиться и без нее по большому счету там комбы и так сносят неплохо вот и энергия по большому счету она там в основном для брейкера только нужно да и все